Донецкая народная республика Гуманное отношение к военнопленным засвидетельствовала и мать одного из украинских контрактников. Ему было предоставлено медицинская помощь? Да, да, все бесплатно, и операции бесплатные, все медикаменты, все было бесплатно. А какую операцию сделали? Осколки у него, живот весь порезанный, задница, все, осколочные раны. Спасибо всем, никто нас не обижал, ничего. Было какое-то давление на него, психологическое, моральное? Нет, ни на меня не доверили. Кстати говоря, ополченцы в прямом смысле спасли жизнь этому контрактнику. Местные жители, узнав, что каратель попал в плен, окружили здание больницы и попытались устроить самосуд. От народного гнева украинского военнослужащего спасли только бойцы армии ДНР. Время боя я там пролежал, потом подобрали меня в больнице, чтобы не подпускали людей, никого. То есть тебя ополченцы спасли фактически от мирных жителей? Более того, украинский военнослужащий был оперативно прооперирован и содержался в госпитале на общих условиях с ранеными бойцами ДНР. Обмен пленными производился на нейтральной территории, в районе поселка Торес. Причем бойцы ДНР, приехавшие на обмен, откровенно не доверяли украинским военнослужащим, регулярно нарушающих договоренности и собственные обещания. А напряжение, с каким шли бойцы ДНР на эту операцию, свидетельствует тот факт, что они в прямом смысле готовились к смерти. Наконец, украинские военнослужащие появились в сопровождении целого грузовика солдат. Однако процедура обмена прошла без происшествий. Держишь? Давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Осторожно, осторожно. Пожалуйста. Ты нормально держишься. Идти мне можно? Да. Давай, ребят. Можете только подать, чтобы я развернусь? Да, ну, включись. Мам, мам, вперед идите. Мам, матушка, давайте вперед. Можете подать? Можете подать, чтобы я вас развернусь? Давай, давай. Все, брат, давай. Давай, я помол. Я буду с ним. Нет, нет, иди, 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 все. Я все не буду сомать. Возьми шлепку еще. Можешь взять, о. Пусть, пусть идет этот. Можешь ты, а шлепку возьми. Да, брат. Отстань, 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 отстой. А камера зачем? Фиксируем просто хроника, ребят. Против. Говорили без этого. Это что? Это зачем? Просто фиксируйте этих бойцов. Так, все, садь, вон. Один? Один что-нибудь? Давай. Вон один еще. Еще есть кто-то есть. Командир, я поведу бойца. Стоп, ага. Веди бойца. Ага. Так, ребят, вставайте. А затем произошла заминка. Украинский офицер вдруг начал читать целую политинформацию нашим бойцам, растянувшуюся почти на полчаса, за которую успело полностью стемнеть. Я у тебя дома. Правильно? Я у тебя дома. Дом твой в Украине. Дом твой в Украине. Дом твой в Украине. Он был в Украине. Моя преподавательница. Он был в Украине до референдума. Пока я не делал твой выбор. Моя преподавательница русского языка и литературы и директор школы, родом в Донецкой области, закончила Донецкий филфак. Ну и все эти вещи. Она старше, скорее всего, у вас даже возрастом. Она местная. Она мне даже рассказывала, как на самом деле раньше... Командир, вы заблуждаетесь. А, товарищи. Я говорю, мужчина, пожалуйста, не снимайте меня. Это я попросил парада. Впрочем, озлобленность этого офицера понять можно, учитывая, что по информации наших бойцов, его подразделение понесло огромные потери в последние дни. В одной роте из 150 человек осталось только 40, а в другой вообще 16. Особое внимание следует обратить на то, как жестоко украинские военные обращаются с военнопленными. Наших бойцов регулярно избивали, держали в ямах, выкопанных в земле, по несколько дней не кормили. Не говоря уже о медицинской помощи, которая не предоставлялась вообще. Ребят, как обращались? В разном обращались. Вы избивали, да? Ну, было. Расскажите подробно о пытках, как избивали вас? Обычно руками и ногами. Может, еще и прикладами были. Это было на постоянной основе или это на допросах? Нет, это было. По началу, на 4-5 дней, а потом, когда говорят, что поменяют, сказали, что посидевники садились, а хрень отсходила. Ну, и нас чисто в ямах завязаны, все время на руки и на глаза. А в каких условиях вас держали? Ну, на первые пару дней мы там были на асфальте, как бы, и в домах прятали, когда мины бахкали. А так, потом все время в ямах. Подобные издевательства над беззащитными пленными это верх низости, которую не стесняются открыто проявлять украинские фашисты. А в целом, то, как украинская армия относится к военнопленным, является вопиющим нарушением Женевской конвенции в обращении с военнопленными. Впрочем, подобное варварство характерно для армии, которая находится в полном моральном разложении, предчувствуя неизбежное собственное поражение. Армия, в которой подавляющее большинство солдат думает только о том, как сбежать, в любом случае обречена на поражении. Бойцы ЖДНР, освобожденные из плена, были благополучно доставлены в Донецк, где после лечения пройдут специальный курс реабилитации. При этом все, как один освобожденные бойцы, выразили желание вернуться в строй и биться за Родину до победы.